Горки Ленинский и Южный проезд один. В этом доме в одной из квартир проживает Елена Ананьева с дочерью Татьяной. Каждый выход из дома для них большая проблема. Он хорошо убирается, конечно, но был бы корочень. Я бы хотя бы ей помогла. Хотя бы ей помогла. Очень тяжело, очень. Суть проекта маршрутоориентированный подход, который реализуется в рамках программы «Доступная среда», в том, чтобы сделать комфортным для инвалидов определенные маршруты. В этом году в проекте будут участвовать 10 инвалидов. В следующем сезоне полученный опыт планируется внедрить уже шире. Прямо ножками вместе с участником проекта мы прошли от двери его квартиры, его жилого помещения, до места целевого назначения. Выявили все, значит, те недостатки, которые нужно исправить. Места целевого назначения – это магазины, банки, почта или автобусная остановка. Вместе с представителями управления соцзащиты и Еленой Николаевной мы отправляемся по одному из маршрутов – к магазину. Это сделали, когда дорогу делали, я бы просила – сделайте. А то не было. До магазина недалеко пешеход проделал бы этот путь за три минуты. Но для колясочника и его сопровождающего путешествие превращается в настоящее испытание. Дочери. Ей тяжело. Ну, конечно, я еду вот так по этим всем колдобинам. Раньше мне, конечно, это не касалось. Три года назад я еще хоть как-нибудь я передвигалась на ходу. А сейчас сижу, вся жизнь моя в окно, смотри, и телевизор. Все. Выйти в свет для меня – это просто праздник. Чтобы этих праздников в жизни инвалидов стало больше и реализуется проект «Маршрут-ориентированный подход». Запланированы работы по благоустройству территории, по снижению бордюров, по обустройству подъездов, входных групп, остановок. Работы ведутся по транспорту низкопольному, чтобы именно на тех маршрутах транспорт низкопольный ходил. Евгений Зорин, председатель общества слепых города Видное, также один из участников программы. Евгений Сергеевич показывает подъезд, где находится его квартира. По его мнению, это место общего пользования для инвалидов совершенно не приспособлено. Заходили в мой подъезд, как видели. Там ни желтых полос, ни направляющих, там ничего нет. Для особо вещей человека это очень плохо. То есть практически, когда я выхожу, я вот за счет своей палочки, за счет этой палочки, только могу выйти и войти. На улице ситуация получше, но тоже, как говорится, есть к чему стремиться. Вот сейчас поворот будет налево. Вот по этой лестнице я сейчас буду подниматься. По ступенькам, конечно, мне идти трудно, поэтому я иду вот здесь. А, то есть по этой? Да, вот по этой, да. Вот здесь, я думаю. Потому что ступеньки можно навернуться и упасть. Такое уже было. Ремонт сделан недавно, они поставили новый, как говорится, как видите, асфальт, но он тоже уже начинает рассыпаться. Особая проблема – пешеходные переходы. Большинство из них оснащены устройством подачи звукового сигнала, но нет знака «слепые пешеходы» и «зебра сделана не по ГОСТу». Вот видите, переход перед нами, так? Как таковой переход, он должен еще желтый. Желтых полос, как видите, ступеньки, одни белые полосы. Для ступенька это очень трудно. Когда я иду, я делаю вот так. Это называется маятник. То есть машина останавливается, они знают уже этот жест, и они уже не едут. Работы по благоустройству и ремонту дорог на маршрутах для 10 инвалидов планируется закончить к осени. Эти 10 человек – это, так сказать, первый такой почин, чтобы научиться и понять, как это можно делать. И думаю, что в следующем году количество у нас увеличится. И думаю, что этот опыт тоже будет успешным, и мы сможем реализовывать в дальнейшем плодотворно. А помощь действительно требуется многим. Во время прогулки с Евгением Зориным нам повстречался его друг – инвалид-колясочник. Ездил в магазин сантехники. Несмотря на то, что на коляске он передвигается самостоятельно, без посторонней помощи не обойтись. – Вы говорите, что нужно делать? – Ногой сюда. – Так, и сзади. – Оп. – Оп. – Все, спасибо. – А дальше как вы? – А дальше я домой подъезжу. – А, понял. – Ясно. – Ясно. – Давай, все, пока. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.